Всем привет, дорогие друзья! Кого я вижу? Сэм Смит и Ким Петрас, или Ким Петрас, я так и не выяснил этот вопрос. Давайте будет Ким Петрас, потому что, когда я записывал ревью на ее слитый, не вышедший, отмененный дебютник, я говорил все время Ким Петрас, поэтому, мне кажется, там что-то неправильное было, но меня никто не поправил. В общем, странно. Об этих двух исполнителях мы с вами говорили на канале про Сэма Смита. Мы говорили, когда у него выходил его альбом, да, Love Goes, но мы там разговаривали про Kids Again, про Diamonds. Ну, а у Ким мы разбирали ее проблематик немножечко, который как раз-таки был отменен. Тем не менее, про этих двух артистов уже упоминалось на канале, поэтому долго мы говорить о них не будем в интро. И сразу перейдем к самому факту существования этого коллаба. И мало того, я его слушаю, получается, на вторую неделю, как он существует, и у него 57 миллионов прослушиваний. Это много, ребят. То есть, он, получается, во-первых, он занял номер один в великобританском чарте, и я не знаю, на каком месте он стартует с билборда, это мы выясним, я так понимаю, в конце этой недели, но это потрясающие результаты, особенно для Ким Петрас, у которой хитов-то и нету, по сути, вот таких вот жирных, которые бы могли вот прям трещать отовсюду, да. У нее есть переменные успехи, да, то есть Charlie XCX, допустим, Toast Cheat Codes, но сольного, допустим, вот по типу Hard To Break, который они вот уже почти перегнали, я так понимаю, по стримам, понимаете? То есть, вот этот сингл, это отличный шанс вытащить Ким из поп-андерграунда и перевести ее, как-то перетащить, заманить в поле более таких, эй, лист, я не знаю, чарт-топеров, которые как раз-таки будут с ней дальше уже сотрудничать, и никаких отмененных альбомов ей, может, не грозить потом. Короче, да, меня это очень радует, сам факт того, что вот все так происходит круто с этим синглом, называется он Unholy, то есть не святой, нечестивый, в общем, я думаю, там все будет как надо и с текстом, и с клипом, который тоже есть, я его специально ждал, именно клип ждал как раз-таки, поэтому мы с вами все сегодня послушаем и посмотрим. Итак, да, существование этого коллаба для меня является хорошей и очень интересной, неожиданной новостью, да, он тезерился, но до тех пор, пока он не тезерился, я же о нем не знал, о существовании, да, то потом они снипоты какие-то, они там в тиктоке что-то друг с другом как-то мутили в студии, танцевали под этот трек, я чуть-чуть слышал его, но я уже не помню, как он звучит даже, то есть я вообще не представляю, что там меня ждет в этой песне, поэтому мы с вами будем сегодня ее слушать впервые, то есть это реально реакция. Все абсолютно здорово, мне нравится черно-белая эстетика, обложка супер, Ким здесь очень крутая, посмотрим на клип, потому что по превью он выглядит как какой-то мулен руш или какой-то, вот знаете, бурлеск шоу какого-то. Очень интересная у нас сегодня реакция, наверное, вылеза, во всяком случае, я уже очень сильно взволнован, но перед тем, как мы с вами будем слушать и смотреть все вот это добро, я хочу напомнить о том, что у меня есть телеграм-канал и группа ВК. Группа ВК у меня выполняет функцию архива канала, да, то есть я загружаю туда видосики, чтобы они просто там были, вот, ну а телеграм, естественно, мы с вами там общаемся, в последнюю неделю меньше, но все-таки я постараюсь, я стараюсь постоянно с вами держать там активность, писать какие-то мысли по поводу релизов, вам рассказывать про релизы, про свои планы, делиться различными новостями, которые я считаю важными, поэтому обязательно вступайте, ссылки все есть в описании, ну а мы начинаем. Так, я слышу Сэма, Сэм, кстати, небинарный, вот, но я, мне в комментариях сказали, что вроде бы можно, суть небинарности в том, что можно и они, и он, она, то есть поэтому я как бы без озрения совести говорю. Начинается у нас с какого-то хора, да. У Сэма Смита уже были, мы, кстати, разговаривали в телеграм-канале про это, то, что у него был How Do You Sleep, потом Diamonds, и вот, в принципе, альбом Love Goes принес много бэнгеров, танцевальных, клубных, хаусбэнгеров, в том числе дискобэнгеров, да, то есть поэтому Сэм Смит уже вышел из того амплуа, в котором он находился, два альбома, когда там и вот это вот все баллады, да, которые вот величественные такие, вот ты слышишь, как начинается Stay With Me, там и ты слышишь, что вот это звучит как мировой хит, балладный мировой хит, то есть вот это все очень-очень крутое, очень душевное, да, оно все было, и Сэм освободился после третьего альбома, окончательно, от этого амплуа стал использовать танцевальные, очень много танцевальных, да, аранжировок, приемов в своей дискографии, и сейчас, видимо, у нас вообще тут будет разнос, потому что я слышу вот эти вот ту-ту, ту-ту, и вот что-то вот, даже, не знаю, не хип-хоп, а вот как-то что-то такое, какое-то что-то мрачное, очень-очень крутое, я не знаю, давайте. Это что, цензурная версия? Подождите. А, она единственная. Ну ладно. Это был припев. Так, первый, первый куплет, первый припев, это был Сэм Смит. Аранжировка мне нравится, хотя вот как будто бы не хватает какой-то раскачки. А вот по поводу звучания в целом, не знаю, звучит как гроувер, если не знаете, что такое гроувер, гроувер это когда ты слышишь песню и понимаешь, что вот она тебе сейчас не вставляет, не нравится, как-то вот прям вот, чтобы, знаете, заслушать ее на репите, но ты знаешь, что она дойдет до тебя. Вот если честно, я сейчас слушаю и понимаю, что это вроде бы как гроувер, но вот восторга у меня нету, которого я ожидал. Сейчас будет Ким, потому что вы слышали это. У Ким есть такой адлиб. И вот здесь было что-то просто ву. Так, ладно, хорошо, давайте слушать. Ким Петрас. Так, ну что я могу сказать? У меня пока смешанные впечатления, я не этого ожидал, но я не знаю, зачем я вообще что-то ожидал. Ожидание это часть нашей жизни, знаете ли. Итак, давайте по существу немного. Песня сама по себе, сначала песню обсудим, потом посмотрим на слова, на смысл и так далее. Песня сама по себе довольно нетипичная. Когда я услышал, увидел ее прослушивание и увидел ее успех, я думал, что это будет какой-то поп-хит, вот честно. Думал, что это будет поп-хит. Тут есть какие-то моменты, но в основном это больше похоже на какой-то полу-хип-хоп. Да, в основном я люблю поп-музыку, но когда она вот настолько размешанная, да, с чем-то, с какими-то другими жанрами и какая-то видоисмененная, мне это тоже не мешает прослушиванию. Просто здесь, видимо, был вопрос в ожидании. Хотя мне нравится инструментал, но опять же динамики в песне мне не хватило. То есть вот начало было суперское, вот этот вот хор какой-то был суперский тоже, но вот на припеве что-то или потом вот как-то, то есть не хватило какой-то, какой-то базы что ли. Я не знаю, то есть ощущение, как будто убрали пару дорожек, выключили, и вот песню вот так вот оставили. Вот мне вот такое ощущение, как будто чего-то не хватает в ней. Ну, первая реакция, она и есть первая реакция. То есть я вот послушал, и мне вот, ну... Песня рассказывает историю неверности и предательства, напоминающую I'm not the only one. Реакция — это не горе и пассивность, а жизнестойкость, юмор и озорство. Их нельзя воспринимать всерьез, и, следовательно, это определенно новый поворот. Если честно, мне как-то даже нечего сказать на удивление. Я думал, что это будет бэнгер для меня. Возможно, это потом станет бэнгером. Но вот сейчас я сижу, записываю, и что-то мне нужно сказать на эту тему, да, прокомментировать. Свои эмоции, и я, если честно, не то чтобы разочарован, но просто вот что-то вот из разряда ни туда, ни сюда. Возможно, клип сейчас исправит эту ситуацию, потому что, как известно, клипы могут преобразить песню. Но, блин, самое забавное, что я удивлен, что эта песня так успешна. То есть, вот если бы я послушал, и мне бы понравилось, логично, да, я бы не, у меня бы не возникало таких вопросов. Но сейчас я послушал эту песню, и я такой думаю, блин, а почему ее все слушают? Что в ней такого? Вот, понимаете, что в ней такого? Блин, не ожидал я от себя, конечно. Ну, вот и такое бывает. Вот это он ее высадил, интересно. А-а-а! Все, я понял. В тексте написано, да, что типа мама не знает, что папочка на самом деле, ему становится горячо, да, и что он делает что-то там нечестивое где-то там, in the body shop. И я вижу, что вот он ее высадил, видимо, вот эта вот типа парочка, да, и что значит она пошла куда-то к себе там на работу или дом, а сам он типа смотрит, все, она зашла домой, ну, понятно. И дальше, наверное, он поедет в барь-шап. Я не знаю, кстати, что такое барь-шап, мне перевод не удалось увидеть как-то вот быстренько. Думаю, что это что-то вроде борделя, не знаю. Так, ну, презервативы это хорошо, это безопасный секс. Это она нашла у себя где-то здесь? Подождите, или она просто нечаянно он ей подложил его, типа как-то вот незаметно, то есть случайно, и она типа поняла, что он едет куда-то... Автомастерская, барь-шап. Это Ким? О, и Сэм? Так, ну, а у Ким был горячный ключ в стразах, что ли? Так, окей. Ладно, клип мне уже нравится. Хорошо, the barry-шап. Barry-шап мне перевело как автомастерская. Это автомастерская? Угу. На проходочку, на пиво. О, воу-воу, heart and servicing. 99 центов или 99 евро. Ну, эти вот редрумы. Мне нравится, мне нравится эстетика клипа. Так, ну, спонсор понятен. Оу. Сэм. Ну, я видел, я видел этот кадр вот, который там в тизере был, где он вот так вот из-за кулис выглядывает, и у него такие глаза прям такие горящие. Окей. Слушайте, ладно, мне песня уже начинает нравиться. Вы чувствуете это? Окей. Окей. Это реально Мулин Руж какой-то. Это вот прям, я чувствую вайбу вот эти. Я чувствую вайбу Бурлеска. Это оно и есть, потому что я видел фильм Бурлеск. Я видел клип Мулин Руж. Вот это все, что я имею из ассоциаций. Ну, вот этого мне хватает, чтобы видеть, что здесь вот это оно, и это круто. Вписывается очень хорошо. Ладно, с клипом, с клипом трек работает. Окей. Хореография здесь. Я вижу, как Сэм кайфует. Это очень здорово. То есть, вот я видел, как в клипе на How Do You Sleep он кайфует, как в клипе на Diamonds он кайфует. То есть, он стал вот раскрепощенным, он стал собой. И это видно. То есть, когда человек наслаждается тем, что он делает, это всегда очень приятно. И это, ну, заряжает тебя на каком-то вот невидимом уровне. То есть, я вот сейчас смотрю, вижу, как Сэм вот в этих вот упряжках каких-то, да, вот в этих все времнях. То есть, идет вот это вот с хореографией, вот это вот горящие глаза вот эти вот у него. Это реально заряжает. Вот меня это заряжает. Я вот смотрю на это, и вот мне прям хочется вот эту песню переслушать. Хочется вот так же попробовать как-то потанцевать что-то. То есть, понимаете, есть вайб, который передается, передается, когда человек искренне, ему искренне нравится то, что он делает. В Сэме я это вижу на протяжении уже второго альбома. Да, это, я так понимаю, новый альбом будет. Поэтому мне это очень нравится. Выход Ким. Мне нравится сцена, она очень динамичная. Вот несмотря на то, что песня не очень динамичная, сцены здесь отменные. И вы видите, она что-то рассыпает. То есть, это вот реально как будто автомойка. То есть, она машины моет, там что-то вот это вот, внутри там что-то происходит. Хорошо придумали. А вот и жена его пришла. Она часть этого шоу? В общем, там написано на машине, что, типа, лжец, изменник, короче, она знала. И они все тоже знали, получается, да? Я не знаю, что это вот, его там накачали, чтобы он уснул или что? Ну, я надеюсь, они его не убили. Но я так понимаю, что она в итоге вышла, да? И такая, типа, ну, в общем, все понятно. Зачем она парик сняла? Что происходит вообще? Я не знаю, или она часть этого шоу? Окей, но концепция, ладно, неплохая. Конец. Ну, что могу сказать? С клипом песня сработала. Я уже начал к ней теплеть. То есть, мне начало нравиться, потому что я прочувствовал. Вот в чем суть? Почему с клипы раньше выпускали сразу с песней? И это работало очень хорошо. Сейчас, допустим, песня может выйти, и клип может выйти через неделю, через две недели, через три. Раньше тоже такое было. Но просто раньше обычно это сопровождалось всегда премьерой клипа. Да? То есть, обычно так и происходило, что вот ты презентуешь сразу песню с клипом. Ну, потому что раньше было все в клипах. Клиповое мышление у людей сейчас, да? Но раньше именно клипы были двигателем прогресса, потому что их пускали в ротацию. Их пускали, допустим, по телевидению, да, вот, клипы. И на ютубе там максимальный просмотр эти клипы набирали по три миллиарда в свое время. Да, Катти Перри, Тейлор Свифт. Сейчас у нас что? Сейчас у нас меряются песнями. Для тиктока не нужны клипы. Для тиктока нужны отрывки песен. И вот ты отрывок выпускаешь, и вот, пожалуйста. Именно из-за этого иногда очень сложно прочувствовать песню, когда она просто вот есть. Поэтому, если бы я ее послушал без клипа, наверняка реакция была бы совершенно другой. И мое мнение было бы совершенно другим после этого. Поэтому я рад, что дождался клипа и смог прочувствовать. Увидеть эмоции Сэма, эмоции Ким. Увидеть, как они это все развернули в клипе, да? То есть, как они придумали эту концепцию. Что они с этим сделали? И в итоге я смог окунуться в эту атмосферу. Побывать в этом мулли-дружа. Побывать в этом каком-то полубордель, да? Автомастерской. В общем, да, я смог окунуться в этот бурлеск мир. И таким образом, эта песня заиграла для меня как саундтрек. То есть, я почувствовал, и вот там бы я ее действительно сразу бы принял, эту песню. Она бы звучала там как родная, если бы я находился в этот момент вместе с ними на той сцене или где-нибудь еще. Но у меня была эта возможность благодаря клипу. И теперь я говорю об этом совершенно по-другому. Вот оно влияние клипа. Вот оно влияние визуала, который артисты изначально готовят вместе с выпуском песни. То есть, это очень хорошо помогает тебе просто прочувствовать песню, если ты испытываешь с этим какие-то проблемы. Вот как у меня было. Просто послушал, что-то не зашло. Но с клипом, ребят, это совершенно другое. Думаю, больше комментариев не нужно от меня, потому что я действительно рад, что все-таки смог как-то проникнуться песней. Она крутая. Она не такая уж, то есть, это не поп-бенгер, это стоит понимать. Но при этом она выстрелила. И это очень хорошо, это самое главное. Клип сейчас будет помогать ей расти в чартах и так далее. То есть, я думаю, песня, в принципе, может набрать. И 500 миллионов спокойно. Очень рад этому коллабу, его успеху. И, наконец-то, что я его послушал. Это предвестник, я так понимаю, альбома Сэма Смита. У него уже был сингл, который называется Love Me More. Ну, а Ким, вроде бы, тоже готовит какой-то сингл. Jesus was a Rockstar, что-то там такое. Тоже какие-то слухи были или в ТикТоке там что-то был какой-то сниппет. В общем, суть в том, что эти два артиста в тандеме выпустили. И я надеюсь, что это все-таки будет очень большой хит. И на фоне этого хита они выпустят свои эры. Новые, да, начнут. То есть, и Ким, у которой альбом отменен, и Сэм Смит, у которого будет уже четвертый альбом. То есть, это все очень надеюсь и жду. А еще я жду ваши эмоции, ваши комментарии по поводу этого сингла, по поводу артистов, по поводу клипа. Естественно, как вам это все дело, да, потому что мы с вами слушали, смотрели. Мне интересно ваше мнение узнать. Желательно, конечно же, развернуто. Но если вы напишите, что, о боже, это Бенгер, будет тоже достаточно. Поэтому очень-очень жду ваших комментариев на эту тему. Ну, а на этом видеоролик подошел к концу. Спасибо всем большое за просмотр. И увидимся с вами в следующем видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok